здравствуйте друзья утренний вопрос мне 29 лет приехала полтора года назад из российской федерации живу в нью-йорке есть разрешение на работу жду грин карту понимаем по складу ума технарь хотя так получилось что работала на гуманитарных позициях всю жизнь и образование бакалавра получала по мен по менеджменту о чем конечно жалею не жалейте чё такое моя цель начать работать в сфере современных технологий сейчас я не работаю изучаю тестирование ваши видео на youtube книги ютест ваши онлайн курсы я к сожалению пропустила следующая группа будет аж 20 апреля то есть еще не скоро этот вопрос пишу вам 11 февраля а начать работать хочу как можно скорее молодец мне это нравится жду результатов сэнд бокс на ю тесте чтобы начать работать на платных проектах тем самым получая опыт и первые деньги ну какая умница курсов тестировщиков помимо ваших я найти не могу что меня кстати удивляет я же в нью-йорке я уверен что в нью-йорке есть и не одни курсы так поэтому если бы были всего случая поэтому если я продолжу изучать тестирование то пока буду делать это самостоятельно у меня есть альтернативный вариант нью-йорке очень много курсов разработчиков bootcamp до bootcamp в основном обучают разработки web applications куда я идти не хочу так как думаю что раз много курсов в нью-йорке по этой теме то возможно большая конкуренция на рынке между выпускниками да и html css javascript легко изучить самостоятельно но есть одна школа которая меня привлекает 17 недель full-time bootcamp по разработке ios приложений школа считается одной из лучших нью-йорке гарантирует трудоустройство но стоит целых 15 тысяч предлагают лоуны на кредит согласно отчетам этой школы средняя зарплата трудоустроившихся выпускников около 65 тысяч в год подруга так устроилась с учетом того что я технарь но эти качества не применяла и не разрабатывала и у меня нет высшего технического образования какой бы путь вы посоветовали мне выбрать пытаться самостоятельно осваивать тестирование набивать руку на ютесте и далее пробовать устроиться в какую-нибудь компанию возьмут ли самоучку дилетанта да это вопрос или вложить деньги которые окупятся в первый же год работы и идти нормально учиться прямо сейчас в ios разработчики меня пугает что вдруг не справлюсь да друзья солнечный день наблюдаем за природой и пытаемся осмыслить что там у нас происходит мне нравится что девушка самостоятельная молодец есть некоторые вещи которые меня немножко настораживают но вот например когда она говорит что html css что там еще javascript вот можно выучить самостоятельно для этого не нужно на курсы ходить это наверное можно но это не то что ты самостоятельно научишься например делать там веб-сайты в эти одно дело вы почитали там книжки или какие-то курсы прошли а другое дело чтобы вас научили к ремеслу понимаете ремесло не складывается из того что вы почитали вот это посмотрели то и тогда это же самое как вот на ютесте да смотрите она же она не говорит вот сейчас я прочитаю книжку по тестированию и пойду искать работу она же не так говорит она говорит я пойду на ютест и получу практический опыт в разработке это же это же не то же самое знаете поэтому люди Поэтому есть люди, которые книжку читают, а есть люди, которые на курсы идут, потому что они понимают разницу С одной стороны С другой стороны, значит, давайте про буткемпы поговорим Буткемпы это такое явление интересное Сейчас их очень много Пару месяцев назад была статья на Блумберге как раз про буткемпы Статья была ругательная, и я ее внимательно прочитал И она мне не понравилась, потому что человек был в ругательном настроении И как бы вместе с водой младенца выплеснул из купельки Так тоже нельзя Есть очень сильные, мощные буткемпы Вот, например, у нас есть хэк-реактор, называется, в Сан-Франциско Он там не один, их много Но вот этот хэк-реактор, если вы посмотрите на его веб-сайт Там, не на веб-сайт, я сняюсь, на гугле посмотрите на профайл То вы увидите, что у них положительных отзывов больше, чем у Стэнфорда или Бёркли Понимаете? Хотя есть и неотрицательные тоже, но когда смотришь отрицательные Я специально пошел почитать, что люди пишут Это люди, которых нигде и ничто никогда не устроит Они хотят, чтобы им принесли там в клювике готовенькое Понимаете? И все Ну даже и этого там практически нет Там очень восторженные отзывы, люди просто сатанеют И там у них среднее не 65, а 105 Мне не нравится, когда буткемп или вообще какое бы то ни было учебное заведение Говорит, что работа гарантируется, это запрещено законом Гарантировать запрещено Помогать нет, а гарантировать запрещено законом Во всяком случае, в штате Калифорния за это лицензию могут забрать У учебного заведения Значит, эта часть мне не симпатична Я бы как-то засомневался в результативности, честно скажу Вот когда гарантируют Что-то мне это странно очень Да, буткемпы очень интенсивные То есть вот, допустим, тот же хек-реактор Там у них идет 3 месяца Но эти 3 месяца они занимаются 6 дней в неделю И каждый день по 11 часов Понимаете, да, что это такое? То есть вот ты пришел там к 8 утра И ушел в 9 вечера Поэтому И вот так 6 дней в неделю И так в течение 3 месяцев И они делают проекты Это смысл буткемпа Они делают проекты Я бы тоже хотел делать буткемп Вот если бы меня спросили Что наиболее эффективно С точки зрения того, чтобы люди реально чему-то научились Буткемп Но у нас вместо буткемпа практика в компаниях То есть я не могу рассчитывать, что у меня люди могут учиться full-time И что они могут там такое количество времени Это просто, ну, уже сложно очень Понимаете, поэтому мы учим в режиме таком более-менее человеческом Но у нас зато есть потом практика И на этой практике они должны уже нахвататься Вот того, чего нахватались бы в буткемпе Поэтому мы учим вроде бы там 3 месяца, 4 месяца Но на самом деле плюс 2 там на практике получается 6 месяцев Вот, собственно, и все В этом разнице Соответственно, оно не стоит 15 тысяч А оно стоит там, допустим, 4 там, да 4,5 вот сейчас будет Но То, что девочка понимает, что практика вот руками Это самое главное Это именно то, за что дают работу Вот это очень, это очень важно, да Она идет на ютест, чтобы получить практику Ей нравится буткемп, потому что буткемп это реальная практика То есть у них может быть там учебные проекты Они, может быть, всей группой делают один и тот же проект Но, тем не менее, они делают реальный проект Как бы абсолютно правдоподобный Взятый там из жизни И в этом смысл буткемп В силу того, что есть очень успешные Очень мощные буткемпы Которые выкидывают людей на работу И эти буткемпы, кстати, избирательные Они не берут всех, кого попало Вот у нас был паренек один Он приехал и говорит Я не знаю, то ли я к вам пойду То ли вот в этот хэк-реактор пойду Там 18 тысяч стоит, не 15 Вот, и так он как-то А его не взяли туда Он вот он И он вроде и технический даже был такой С бэкграундом каким-то А его не взяли Потому что если ты будешь всех подряд брать У тебя не будет не то что 100%, у тебя и 30% не будет Поэтому Такая вот история То есть, может быть, девушке нравится Вот тот буткемп Но если он реально хороший, может, ее и не возьмут Но в силу того, что Буткемпы по-своему популярны И люди как бы более-менее разумные Понимают, что это да, это хороший путь Тебя берут на 3 месяца И тебя, в общем, как бы выстраивают под это дело Смотри, как интересно Светофоры ни один не горит Классно А тогда мы должны, видишь ты как Проскакивать Тогда по очереди Цивилизованно Значит Поскольку есть идея И идея себя где-то Как-то Хорошо зарекомендовала Она на слуху И так далее Значит, на один хороший буткемп Тут же возникает 10 А может быть и 20 А в таком месте, как Нью-Йорк Может быть и 50 А других буткемпов Которые называются буткемпами А на самом деле ерундой занимаются Вот у нас тут есть Девочка приходила Из Индии Она вот прошла такой буткемп Там на Не помню На какого-то разработчика И, значит А я никогда про него и не слышал Конкретно про этот В Сан-Хосе Вот тут недалеко Я, ну, пошел на веб-сайт Начал смотреть, чего они изучают А это не буткемп Они просто в режиме буткемпа То есть в таком напряженном Интенсивном режиме Изучают совершенно разные вещи Которые несовместимы На работе То есть, допустим Они могли готовить там Разработчик там на Пайтоне, да? Ну или на Джаве Например А они сразу У них там и Пайтон, и Джава И еще какие-то вещи И еще какие-то вещи Вот то, что люди несведущие Слышали У них где-то на слуху Что вот и это важно И то важно Вот это важно Все важно Вся вот эта вот Кипяченая помоя Понимаете? Вот Это еще не компот Но они не понимают Им говорят Видишь, как классно У нас программа Это, 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 это А дальше получается Что вот Ну все равно Что в Сити Каллдж ходить Только вместо года Например Там, не знаю Там Они это проходят За два месяца А на выходе И ничего нет И вот она пришла Ко мне Учиться Потому что Ее так и не научили Тому Ради чего Существует Буткэмп То есть Очень много Разводилого Всякого Кидалого Ну оно такое Официальное Как бы Не то, что Они там тебя Заставили Но Там Выцеганили у тебя Эти деньги Как-то Так вот Против твоей воли Нет Но Они воспользовались тем Что ты некомпетентный Может быть Они и сами Некомпетентные То есть Масса вот этих вот Людей Вот этих Которых бизнес Как сухую листву Несет Ветром туда подуло Ветром сюда подуло Они увидели Эту бизнес Оппортюнити И побежали там Со своей идеей Этого буткэмпа Не понимая Вообще ничего Я это наблюдал На Кьюэйных школах Когда вот Такой бум был В конце 90-х Там Каждый там Не знаю Ну не каждый месяц Ну только русских школ Было с десяток Репетиторов было Много десятков И все что-то репетировали И там Казалось, что вот Каждый может Там и вроде А что там Ну К чему я рассказываю Идея буткэмпа Неплохая идея Значит Девушка сомневается Что она потянет Тут есть тонкость одна Если ты имеешь дело С честными людьми Приличными Да Ты должна прийти И задать им этот вопрос Вопрос состоит В том Что как вы Ребята Как ответственная сторона Как вы оцениваете Перспективы Меня На трудоустройство Поскольку я Хоть и технический человек По складу Но все-таки Образования у меня Технического нет Может быть вы меня Потестируете Может быть мы там Ну что-то Ну определитесь Как вы определяете Так сказать Перспективы человека Потому что 15 тысяч долларов Даже если вам их одолжили Это все равно Что возвращать как-то надо Правда 15 тысяч долларов Это 15 тысяч долларов Мало того Если вы будете Фулл тайм этим заниматься Значит Вы должны Несколько месяцев Сколько месяцев Ну допустим Три месяца Вы учитесь Но вы же Еще должны будете Работу потом искать Правда Значит Работу искать Это что же не три дня Значит Считайте Что вы там Скажем Не знаю Полгода Не будете получать Зарплаты Никакой То есть Мало того Что вы потратите 15 тысяч Но вы же Еще не заработаете Ничего Полгода Что само по себе Тоже может быть Там порядка Ну даже если мало Зарабатывать Там тоже Тысяч 15 Вот Поэтому Вопрос хороший Ответа на него Нет Прямого Такого Прямого Чистенького Простенького Такого Раз Значит Вы сами В себе Не уверены Значит Вы можете Обратиться К другим Людям Которые Оценят Но они Могут Оценить Как бы Очень по-честному А могут Не очень По-честному А могут Как-то Так Вот Оптимистично Потому что Они в жизни Вот я Например В жизни Оптимистичный Человек Поэтому Я Например Вижу Больше Позитивную Сторону Скажем София Она Видит Больше Негативную У нее Больше Опасений У нее А вот это А вот это Я говорю Да ладно Человек же Мотивирован То есть Я как-то Какой-то Баланс Начинаю Видеть Но Но дальше Вопрос еще Не только В том Потянете ли Вы там Технически Вопрос в том Понять Потянете ли Вы физически Вот столько Заниматься Я не знаю В общем Дело Такое Теперь В практическом Плане Значит Помимо того Что вы Помимо того Что вы Научитесь Чему-то В буткемпе Или В Там Я не знаю По книжкам Ли Делая задания На ютесте Ли Проходя там Наш онлайновый Курс по тестированию Ли Значит Кроме того Что вы чему-то Научитесь У вас дальше Впереди Несколько Исключительно Сложных Задач Которые нужно Решить То есть Есть люди Которым повезло Понимаете Повезло Обычно Знаете В лотерею Человек выиграл Ну вот повезло Он конечно Должен был купить Билет Это правда Но Понимаете Там 100 миллионов Человек купили Билет А выиграл Там один Или два Или три Поэтому Дело такое Значит Вот есть люди Которым повезло Был знакомый Или там вовремя Где-то оказался Там и так далее А есть люди Которые просто Трудом Дуракам везет Понимаете Остальные трудом И вот Что получается Ты Начинаешь искать работу У тебя появилось Какое-то резюме Откуда оно появилось Это вопрос интересный Потому что Вам должны сделать Хорошее резюме Хорошее Это Такое Глядя на которое Хочется позвонить Понимаете И поговорить И пригласить И так далее Значит Откуда возьмется резюме Вот вы пойдете На этот буткэмп Спросите у них Откуда берется Ваше резюме Ваш студент Где его возьмет Следующий вопрос Вот это Это самое резюме Чего вы с ним Будете делать То есть Конечно Вы можете пойти И повесить его Там где-нибудь На дайс На монстр То есть Есть какие-то Простые вещи Которые каждый знает А есть вещи Которые не каждый знает И когда вы выходите На рынок И там Допустим Много людей Много в том смысле Что начинающих Всегда много Понимаете Начинающих Всегда больше Чем Потребность В них Поэтому Это самое сложное Как бы Первую работу Найти Дальше Это проще Вторую Третью Десятую У тебя уже на части Рвут А первую Сложно Вот откуда Первая возьмет Поэтому Что тут сказать Там еще Много Много Всяких Задачек Надо будет Решать По ходу дела Поэтому Упаковка Важна Не только Знания Которые Вы приобрели Ходя на курсы Или там Читая книжку А все-таки Вот еще Какая-то Упаковка Нужна Да Теперь Что еще Сказать Тестирование Тестирование Как бы Попроще То есть Вы можете Заскочить Тестирование Оно Как бы И дешево И И нет Буткемпов Никаких Особо И вот Я смотрю Там на рынок В Нью-Йорке Там кроме Наших Ребят Из онлайн Класса Так практически Нет никого Ну то есть Есть какие-то Там Но Они где-то Потеряны Заброшены Там А наших Может быть Ну я боюсь Соврать Ну человек Двадцать Там на Месячном Поиски Вот И Рынок Нью-Йорка Это примерно Половина Рынка Кремниевой Долины И двадцать Человек Новичков Таких Это совсем Немного Поэтому Тестирование Тестирование Тоже Неплохой Выбор Совсем Неплохой Выбор Больше Того В тестировании Не тратя Свои Пятнадцать Тысяч Вы Можете Начать Работать И И продолжать Расти Технически То есть Как бы Было бы Очень Нерационально Найти работу Какой-то Там Скажем По ручному Тестированию И при этом Не изучать Программирование Там И автоматическое Тестирование Тогда Это очень Недальновидно Потому что Вектор Как раз Именно в эту Сторону То есть Я считаю Что это Дает вам Некоторую Возможность Без надрыва Материального И без надрыва Физического Начать работать И дальше Смотреть по Обстановке Не задаваясь Вопросом Вот А получится Ли у меня Вот Да Если не получится То пропали Пятнадцать тысяч И полгода Жизни Там Плюс Там Всякие Расстройства И так далее Поэтому Тестирование Непростая Такая штука В смысле Там много Много Преимуществ В ней Как в Предметной Области Которой Занимаются Люди Которые Пытаются Войти В мир Технологий Совершенно Уникальная Ниша Я там Много лет Смотрю Сравниваю Пытаюсь Что-то добавить К тому Что мы Делаем Но нет Такого Чтобы Вот так Легко Новичок Мог Зайти Это не Знаете Что Любой Новичок Может Зайти Заплатил Туишн И зашел Нет Он только В класс Зашел Что с ним Дальше Будет Я не знаю Есть такие Вот Поработали Пару лет Я с большим Интересом Наблюдаю Поработал Пару лет Ну там Допустим Пошел на практику Его там Оставили Он и работу Никогда Не искал А через Пару лет Там сокращение Бывает Компания Уехала Куда-то Ну все Бывает И вот Он потерянный Как будто Он не работал Эти два года И он Очень многие Так никогда Второй работы У них не будет Никогда Не потому Что ее нельзя найти Потому что Они ничего не сделали Чтобы ее найти Один пошел Такси водить Сразу Ну там Это условно Такси Ну что-то такое Что вот было Под рукой Может он раньше Его водил Вот другой Пошел Классы брать В сити колледжи Как же Сейчас же Автоматизация Всем нужна Без автоматизации Ж никуда Это что Если тебя за руку Приведут Так получается И пошло И поехало Вот и на этом Все закончилось И уже не важно 15 тысяч Вы заплатили Или бесплатно По книжке Там Или там Товарищ Просто за руку привел И так далее Поэтому Там Сложнее все Чем Просто вот так Ну CSS HTML Там еще что-то Bootcamp То есть Существенно В этом во всем Существенно В этом во всем Сказать себе Одну очень важную вещь Давайте я Поверну камеру На себя Одну очень важную вещь Которая Звучит так Я Принимаю решение Я За него Отвечаю Я Костьми Ложусь Ну я добиваюсь Я Рассчитываю Что люди мне помогут Там На буткемпе В школе В книжке Еще где-то На форуме На канале Silicon Valley Voice Там кто-нибудь посоветует Но Я при этом понимаю Что я Все делаю сам Я от них Не завишу Помогут Спасибо Нет Я все равно Добьюсь И сделаю то Что я хочу И так далее Вот Это пробивная Такая философия Состояние духа Потому что состояние духа Исключительно важно Вот Ну вот я бы так сказал Значит Проблема онлайн класса Вот там Девушка начала с того Что у нас там Поздно начинается Проблема онлайн класса Состоит в том Что там много людей Благонамеренных Но когда доходит До реально Вот выполнить Домашнее задание Вот я вчера вел урок Там в классе Там не знаю Ну 140 там человек 150 По разному они Как подойдут Там еще есть повторяющие Ну не важно В классе Около 150 человек Домашнее задание Сделали 45 Там у них был Квиз надо было Там квиз этот пройти Ну я не знаю Ну 15 минут 20 минут Не то что там Ну конечно К ним надо подготовиться Но я просто вам рассказываю Что происходит Мы в самой середине курса У меня 20 занятий Это был 11 урок На 11 уроке 45 человек Просто Просто сделали этот квиз Несчастный Там делать то нечего А квиз то о чем был Значит мы Разбирали на этом уроке Интервью Вопросы на интервью По тестированию Вот там было Два десятка Два-три десятка вопросов Которые задают На интервью Про тестирование В квизе этих вопросов Было только 10 Вот ну Ничего такого Там нет Понимаете Ну самые такие Самые такие Не бог весть Какие вопросы Которые все время задают Это не вопросы Что можно сказать Ну это и там Обойдемся Не Это именно То что спрашивают Вероятность того Что ты получишь Вот эти вопросы Это 100% Это не 95 И не 84 Это 100% 40 там 45 сделали А еще 100 человек Не сделали Понимаете В этом опасность Онлайн курс Он может и не такой дорогой Да там не плачешь 15 тысяч Там всего тысячу стоит Но заниматься же надо Я вот спрашиваю себя А если бы этот курс Стоил там 5 тысяч Или 10 Они бы лучше занимались Или тоже так же Вот спускали бы Понимаете И я Я очень хорошо понимаю Вот это состояние Я сам такой То есть вот я Не то чтобы Скажем я будучи в этом классе Может быть я бы лучше Это делал Более ответственно Наверное я бы тоже так Не знаю Но Вот это опасность Онлайн класса Так что Просто чтобы понимать Что и онлайн Тоже Тоже надо Брать на себя ответственность И делать И добиваться И И не рассчитывать На кого-то И делать это сегодня А не через Три месяца Десять месяцев И не знаю Пять лет Такая история Счастливо Ребятки Я иду на урок У меня как раз сегодня С утречка Джобсерч Я рассказываю Как работу искать Счастливо